Эта опорная стена в сочинском доме ребенка еще недавно была совсем тусклой и мрачной, но нашлись инициаторы и общими силами исправили ситуацию. Мы тут собрались, чтобы детям разрисовать стену и чтобы они были рады смотреть на стену. Доброволец-предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, загрунтовал стену и покрасил ее в золотистый цвет. В итоге она превратилась в настоящий холст, на котором художники изобразили мельницу, колодец, подсолнухи, цветущие мальвы. Получился Кубанский сад. Эскиз рисунка продумали преподаватели художественной школы, а инициатором идеи стала заместитель главы города Полина Деняк. Идея возникла у Полины Викторовны Деняк, когда она была здесь на празднике, вот в этом учреждении. И она, как бы вот увидев стенку, которая была, ну уже обмыта дождями и не раскрашенная, такая унылая немножко стена, вот, ей пришла идея в голову, что ее надо бы расписать. Она обратилась за помощью с этой темой в управление культурой, в социальную политику. И уже обсудив все уже с Марьяной Олеговной Устиновой, начальником управления культуры, вот, взялись сразу за дело две школы художественных. Неожиданно подержали идею разукрасить стену в доме ребенка и владельцы магазина красок, куда художники пришли купить все, что нужно для работы. Волонтеры рассказывают, краску предоставили бесплатно, хотя в сумме вышло бы на 13 тысяч рублей. Словом, мир не без добрых людей. Теперь эти изображения дополнят и другие идеи. И мы решили, как бы, на нашей территории такой построить маленький городок. И в каждом городке есть свое такое определенное тематическое место. И когда вот мы, как бы, вышли на нашу территорию, у нас здесь был только прудик. И, в общем-то, ну, сначала цветочки стали появляться, потом мы решили животных купить, вот, таких домашних, чтобы детки привыкали, что это вот такой сельский уголок. И вот сразу бросилась вот эта стена. И вот эта идея, да, что вот ее как-то так сделать, чтобы дети продолжали свое путешествие, да, чтобы они эстетически так же наслаждались. Акцию поддержали студенты колледжа искусств, преподаватели и ученики двух художественных школ, а также сочинские предприниматели. Это лишь часть большой работы. Уже в ближайшее время вся 12-метровая стена будет разрисована яркими красками. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.